Усё частей операции с нерухомостью здесь сняются с допомогой релторов. Их задача – вызволить клиента от утомных процедур и забеспечить надеянность сделки. Однако слепо доверять агенту решение пытаний с нерухомостью усё ж таки не варто, бо если род профессионалов за усё дызну идутся, жадающие, когда не подмануть людей, то хотя бы скорыстаться их неуважливостью на свою корысть. Як этого не допустить, разбиралася Марина Северьянова. Лилия вельми хвалявалася, коли у першиню рыхтовалася до сделки с нерухомостью. Операцию можно было провести самостоянно, але отсутность опыта у выражения юридичных питаний такого кшталту примусила звернуться до релторов. В этом женщину подтримала дочка. Дочка говорит, мама, для того, чтобы люди давали зарабатывать нам, мы должны давать зарабатывать людям. И каждый человек должен заниматься своим делом. Кто-то везти тепловоз, а кто-то оказывает релторские услуги. Алисе треба было продать одну кватору и набыть другую. Цевчина так само побоялась обрать на себя отказность за сделку и почала вывучать ответную информацию. Вынеку вырешила отдать эту справу у руки специалистам и не пошкодовала. На мне нагрузки было никакой. Все юридическое сопровождение он взял на себя, организацию. И в итоге все получилось просто идеально. Я осталась довольна. И самое главное, что у меня было спокойствие на протяжении этих месяцев. То есть вы только заплатили, да? Да. И все? И все. Единственное, что мне требовалось, это показывать квартиру. В квартирах это у большинства людей самое каштонное, что они мают. На жилье часто копят по жития той должей. Тому доверить продаж нерухомости третьей особи бывает страшно. Перед тем, как сгаджаться на сделку, спочатку треба познайомиться с релтором-особистом. Далее, по правилам агентства по операциях с нерухомостью принимают оплату только после завершения сделки. Слуги риэлторские тарифицируются государством. Утверждены постановлением Совета министров. Все агентства в республике работают по одним и тем же тарифам. От 1 до 3% нам платит продавец в зависимости от стоимости объекта недвижимости. Чем выше стоимость, тем меньше процент, соответственно. Но я вам так скажу, что мы всегда работаем на результат. Мы работаем без предоплат. Заключая с нами договор клиенту, не нужно делать никаких авансовых платежей. Мы начинаем работу, не зная, сколько времени это займет. Потому что в каждом случае это индивидуально. Человек платит нам по факту. И это вселяет в клиента уверенность в том, что мы, не получая от него ни копейки, настроены и нацелены на результат, и мы его делаем. Основная задача риэлтора – полностью расслумашить все пытания, связанные со сделкой. Разобрать ее с клиентом до дробизов. И упынится, что обо два боки досконало все разумеют. Обычно это начинается с бесплатной консультации. Мы приглашаем человека к себе в офис, либо, если ему удобно, мы подъезжаем сразу на объект недвижимости, общаемся, определяем его цели, потому что это очень важный момент для того, чтобы в дальнейшем выстраивать какое-то взаимодействие. Говорим ему о возможных перспективах, либо о невозможных, потому что не всегда то, что люди хотят, возможно, сделать, скажем так, даже с нашей помощью. Поэтому начинаем всегда с консультации. Исходя из этого, уже мы предлагаем условия взаимодействия. Если человека все устраивает, то заключаем договор и начинаем работать. Вот из людей, которые приходят на консультацию, какой процент соглашается на дальнейшее взаимодействие? Ну, точной аналитики у меня нет, но я думаю, что процентов около 85-90 людей, которые уже пришли к нам на консультацию, в дальнейшем продолжают с нами работать. Кроме того, добросумленный риэлтор николь не пообицаешь, ведь сделку им гненно. Я никогда не обещаю людям конкретных сроков, потому что мы этого не знаем. По каждому объекту все очень индивидуально. Очень сильно зависит, конечно, на сегодняшний момент от той цены, с которой мы будем выходить на рынок. Это, скажем так, основополагающий фактор в сегодняшней ситуации. Но и наш профессионализм, наш опыт, наши возможности по привлечению клиентов, дают возможность делать эти сделки максимально быстро, насколько это возможно. В среднем это от одного месяца до трех. Как обогульнение, працевать треба с теми компаниями, которые берутся с нагародживания официально, по тарифах и на различный рахунок тиху кассу с выдачей клиенту ответственных документов. Необходно худше отмоляться от взаимодействия с теми, кто утойвает гонорары, прямая плату по ширых схемах, тихо забирая после сделки экземпляры своих договоров и опошния зареинтоваться в расценках на послуги риэлтору, да поможет параунальный анализ. Тому не варто леноваться, лепше поделефоновать у некольких агентств. Прына Северьянова, Игорь Марышенко, Телераду и компания Гомель.